Маша и медведь. Жили-были дедушка и бабушка. Была у них внучка Машенька. Пошла Машенька в лес гулять и заблудилась. Ходила-ходила девочка по лесу, устала. Вдруг видит дом стоит большой, красивый. Постучала Маша в дверь. Никто не отвечает. Она вошла и села около окошка. А жил в этом доме медведь. Вернулся он вечером домой и увидел маленькую девочку. Вот как хорошо, говорит медведь. Теперь ты у меня будешь жить. Будешь кашу варить и дом убирать. Загрустила девочка, заплакала, но делать нечего. Стала она у медведя жить. Медведь целый день по лесу ходит, а Маша дом убирает, кашу варит и все думает, как домой убежать. Но убежать не может, дорога домой не знает. Думала она, думала и придумала. Вернулся вечером медведь домой, а Машенька говорит. Я пироги вкусные спекла для бабушки и для дедушки. Отнеси им вот эту большую корзину с пирогами. Хорошо, говорит медведь. Отнесу. Только смотри, говорит Машенька. Пироги не ешь. Я на этом высоком дереве буду сидеть и далеко смотреть. Ладно, говорит медведь. Не буду я есть твои пироги. Посмотри, не идет ли дождь, говорит девочка. Медведь пошел смотреть, а Машенька прыгнула в корзину и под пироги спряталась. Медведь вернулся, видит корзина готова, взял ее и пошел. Шел он, шел устал и говорит. Сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из корзины кричит. Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок. Пошел медведь дальше. Шел, шел, устал и говорит. Сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из корзины опять кричит. Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок. Удивился медведь. Какая глазастая. Высоко сидит, далеко глядит. Пошел дальше. Пришел медведь в деревню. А собаки, как начали на него лаять, он корзину поставил, а сам в лес побежал. Бабушка и дедушка услышали, как собаки лают. Вышли на улицу, видят, корзина стоит. А в корзине их внучка Машенька обрадовалась бабушка, обрадовался дедушка, обрадовалась Машенька. Машенька обрадовалась бабушка.